Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра Сангейтс. Начинает свои программы. Сегодня у нас четверг, 28 июля, в Чикаго 11 часов утра, в Москве, 7 часов вечера. Ну и, как всегда, по четвергам у нас женская гостиная, ее хозяйка Анастасия Хрущинская. Ну и, как всегда, гость. И сегодня, как и положено в женской гостиной, будет говориться о женщинах и ее и их предназначении. Ну и, конечно, свою гостью лучше всего представит Настя. Настя, добрый день, добрый вечер. Спасибо. Да, у меня вечер, я еще по-прежнему нахожусь в Белоруссии, спасибо большое. И сегодня у меня последний день в Минске, и буквально вот перед поездом я провожу программу как раз последнюю из СНГ, да, будем сказать, потому что я уже в воскресенье возвращаюсь в Калифорнию. Дорогие радиослушатели, я вас приветствую. Спасибо огромное, Михаил, за представление. И, как уже сказал Михаил в эфире, женская гостиная. Сегодня у меня в гостях потрясающая женщина, фантастическая женщина, умопомрачительной красоты, просто пример элегантности и женственности. Светлана Елисеева, Светочка, привет, дорогая. Приветствую. Да, мы со Светой Натым, потому что мы давно знакомы и дружим, и она удивительный, конечно, человек. И будем мы сегодня говорить, как уже сказал нам Миша, не только о женском предназначении, но и о женственности в целом. И я пару слов буквально скажу о Светлане. Светлана, она психолог и астролог, и уже более пяти лет занимается вот этими вещами. Она, ее основное как бы призвание, как она сама про себя говорит, что она помогает женщинам понять ее предназначение. Светлана является специалистом по развитию и раскрытию женственности, по гармонизации межличностных отношений. Она дипломированный психолог-практик, тренер женских программ по личностному росту, сертифицированный женский коуч, ведущая трансформационных программ, дипломированный специалист по ВАСТу и великолепная женщина. Я подтверждаю, Света, шикарная, роскошная, невероятная абсолютно. Если увидели наш анонс, я думаю, все согласятся. Свет, я думаю, дальше уже сама будешь рассказывать. Я тебе хочу сразу сказать, выразить свою благодарность за то, что ты согласилась принять участие в моей программе, и действительно, как сказал Михаил, мы сегодня в женской гостиной, в общем, наконец-то поговорим о женственности, о том, о чем должны мы действительно разговаривать между собой женщины. Вот. И тема у нас сегодня очень объемная. Я надеюсь, мы, конечно, пройдем ее так активно и проработаем за час. Хотя, на самом деле, это, конечно, можно об этом говорить очень много. Да, об этом можно говорить очень много, потому что вот у меня есть подруга, которая мне помогает, да, развивать вот именно интернет-направление. И когда я в очередной раз ей предлагаю какие-то идеи, она говорит, да остановись, ты уже вот столько, столько не бывает, сколько ты хочешь. А я вот такой вот, мне хочется-хочется дать информацию очень много. Немного о себе. Меня зовут Елисеева Светлана, и, конечно, вот к этому я долго шла, да, прилично так, 35 лет я к этому шла, к тому, чтобы заниматься сейчас именно этим. Ага, женскими практиками. Да, да, да. Ну, мы рождены в такое время были, да, когда какая там женственность. На нас вообще, нас воспитывали так, что мы должны были быть вперед планеты всей. Мы должны были, у нас же как говорили раньше, да, ты должна работать, потому что если что вот там случится в семье, ты должна обеспечить себя, ребенка, да, там, ну, вот таким вот как бы было у нас предсказанием. И, соответственно, так мы и развивались. Мы там постоянно хотели добиваться каких-то успехов. То есть не в женском области, да, а именно затмевая мужчин вообще на своем ходу. То есть все вот как-то должности, ну, понятно, когда в высокие должности, там мужчина, но такие предвысокие должности занимали одни женщины, потому что у них вот эта вот сильная сторона, что надо здесь все выполнить, ответственность больше, опять-таки, да, потому что мы понимали, что нам надо работать, у нас есть семья, которую надо как-то в случае чего содержать. Вот, и, конечно, через все это я прошла. И первый такой звоночек был, наверное, не знаю, лет 25, может быть, когда я работала на предприятии, в то время было модно дарить коллективные такие подарки. Коллектив делал, там, мужчины готовили женщинам что-то на 8 марта, а женщинам мужчинам на 23 февраля, то есть мы такие вот обменивались. И когда, да, и когда на 8 марта, значит, мужчины приготовили нам шикарный подарок, но стол, там какие-то еще коллективные такие моменты, то есть что-то там стихи, пляски и так далее, и вынесли подарки, вынесли подарки, толстовки такие, в водном было толстовки. И на обратно, и всем дарили, ну, с такими вот, знаешь, мужчины же видят суть женщины, они вот хоть ты что делай, да, хоть ты как разгораживайся, но видно. И мне на толстовке у меня было написано, и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. И тут я задумываюсь, думаю, ну, как это, ну, вообще, ну, то есть я такая вся, как бы я из себя такая вот вся женственная, а тут впереди планеты всей. Думаю, не, ну, как-то так дело не пойдет, там все какие-то такие, там, типа, объедет просторы, у всех такие красивые, а у меня тут, нате, коня. Да, тебя сравнили фактически с некрасовской женщиной, которая, в общем-то, такая тяжелая женская доля. Ну, и на работе так же было. У нас самое сложное поручение, я работала личным помощником, самое сложное поручение давали СМИ, потому что, ну, как бы, если мужчина не справится, дайте Светя, она справится. Вот. И я такая думаю, не, я так не хочу. Ну, совершенно не хочу. И, конечно, на фоне вот этой вот, на фоне всего этого, и ко мне мужчины такие же, как бы, вокруг меня были, да, то есть я не обделена была вниманием, вокруг меня всегда были мужчины, но мужчины были такие, которые любили выставлять женщину вперед себя, которые не то, что там тебе дверцу откроют, да, у машин, нет, они, надо еще им открыть, то есть вот такого плана. И я как-то не задумывалась, а вот после этого мне что-то щелкнуло, надо что-то не так. И я начала потихоньку меняться. Ну, почитывать литературу какую-то, но тогда было мало литературы, вот именно, как развить, вообще, что такое женственность, никто не знал, да, то есть нам какие-то давали азы родители, но это было мало. Вот. И потом, ну, в моей жизни случился определенный период, когда я поняла, что надо очень сильно все менять, я начала заниматься женскими практиками, начала углубляться, почему так происходит в моей жизни, почему я должна вкалывать, почему именно это у меня получается так хорошо, а вот именно как, вроде как, сядешь ручки, сложишь, да, и почувствуешь себя женщиной, у меня это не получается. И тогда я познакомилась с школой Рами Блэкта, вот как раз в тот период, вот, я прошла там обучение, но честно сказать, то есть, какой-то, да, момент перешел, вот такой вот переломный прошел, то есть я началась, я поняла, что я женщина все-таки, во-первых, а не мужчина, и это я осознала. Я поняла, откуда это берут с убеждениями, и очень хорошо разобралась. А дальше я не поняла, что делать-то. Не, ну хорошо, я вот женщина, убеждение у меня есть, от родителей перешедшие, а дальше? И что мне с этим делом-то совсем? Вот, и как-то все, ну, как-то все это вот так вот, и нету основы, никакой основы. И потом я поняла, что надо что-то еще дополнительно, что-то менять. Но даже, так скажем, я все равно не понимала до конца, что именно. Да, я начала изучать веды, потому что, на самом деле, вот вся истина, она в них, да, в ведическом писании, вот если правильно. Но нам опять-таки говорят, как преподносят некоторые учителя, что истинная женщина, она вот такая удобная для всех. Она должна быть дома, стирать, готовить, мужу там кланяться и так далее. Я ничего против не говорю. Но все надо быть в гармонии. Потому что вот когда ко мне, ну, я уже перешла через этот период, и я столкнулась с тем, что ко мне приходят на консультацию девочки, которые вот ушли в ведическую культуру, именно ту, которую нам не основы ее, а именно то, что мы имеем, да, вот кто-то там что-то прочитал и дает эти знания, не углубляясь в них. Такие совершенно, то есть, ой, да что же делать-то? Да я это применяю, а выхода нет. То есть ничего, никакой результат она не видит, если даже ей не хуже от этого, потому что она полностью там вся такая женственная, а забывала, ну, и все забыла. То есть ответственность переложила на мужа, на ребенка там в определенных моментах, и все. И считает, что это женственность, а это не женственность. То есть истинная женщина, она вообще-то неудобная женщина. Ну, вот так, по-хорошему. Ну да, я хотела как раз сказать, что в современном мире, в котором мы живем, потому что мне кажется, что именно женщина, которая может быть ресурсная женщина, которая реализованная, она как раз, о ней можно сказать, что она женщина. Потому что на самом деле не существует одной женственности, да, есть две женственности. Есть настоящая женственность, а есть подделка под нее, вот так называемая продажная женственность, которая нам навязана вот этим внешним миром, да, обществом. то, что выгодно в сфере услуг, в доме моделей. Мы стремимся к какому-то образу, которым мы не являемся абсолютно. И, в общем-то, это как раз не то, что есть женственность. То, как мы умеем носить туфли на каблуках, это, конечно, большое достоинство, но это не всегда есть то, что... Да, носить их правильно тоже надо уметь. Однозначно. Туфли на каблуках. Потому что, конечно, женщина, она вообще неудобна. Она, да, именно к этой женщине хочется приходить домой. Вот именно когда неудобна, она такая, она вся никакая. Муж не знает, она как непрочитанная книга. Он не знает, что ей сбредет завтра в голову. Она сегодня, как говорится, хочет в театр, а завтра не хочет. Откуда пойми ее? Она должна быть такая с сюрпризами вся. А не просто... У меня очень много просто примеров, когда браки рушились из-за того, что женщины впадали в вот это вот, так скажем, третью крайне зиллюзорной женщине неудобно сидит дома, должно быть все наглажено, простерено, забывает женщина про себя, про себя внутренне, что она вообще из себя представляет. Она полностью отдается семье, но и тем самым хочет получить любовь из этой семьи. А про себя она забывает. Она забывает себя любить. Она забывает, что такое парикмахерское, что такое маникюр. Она вообще не знает, как себя вести в обществе. Она не знает, о чем поговорить с мужем. Мужу неинтересно. Он приходит с работы, ему хочется, помимо того, что все приготовлено, еще вообще-то поговорить с женой о чем-то. О том же футболе, я не знаю. Ну да, там, это же целая такая... Ну, то есть, как выстраивать отношения с мужем, это другая уже история, да, там, что необходимо. Женщина для себя должна быть в первую очередь интересна. Она должна не просто так, она должна развиваться, она должна постоянно самореализовываться, постоянно саморазвиваться. Нельзя просто пройти... Ну, ты же знаешь, да, ты начинаешь одно изучать, и тебе хочется и второй, и третий, и четвертый, и постоянно, постоянно или углубляться в одно, или что-то новое познавать. Нельзя просто на себя положить руки и сказать, все, я девушка, да, и все, и хорошо. Потому что вот самое первое, о чем вообще я рассказываю всегда и учу на всех курсах, на своих, я говорю о том, что девушка должна за себя взять ответственность. В первую очередь, это ответственность. Нельзя ее переложить на кого-то. Ты вышла замуж, и ты хочешь переложить ответственность за мужа, который должен потом тебя, ну, как бы полностью обеспечить. Да, он должен обеспечить, но полностью ответственность надо за себя брать, в первую очередь. Нельзя перекладывать. А потом мне говорят, Ой, да там меня так воспитывали Перекладывание ответственности опять на родителей Да сейчас время не то, что Когда я родилась, когда не было информации У нас и журналов было Только работница и крестьянка Все Больше информации Откуда было взять Вообще никакой, какой интернет У нас компьютеры были во всю комнату То есть такие динозавры Уже можно сказать Ну и то уже к институту Там скорее в школе Это было еще, даже и не было этого А сейчас уже любая девочка имеет информацию Да, я согласна Кстати, недавно совсем мне попал Замечательный такой пост Где-то в социальных сетях По поводу того, на что способны Женщины, рожденные в 70-е годы Это как раз наше с тобой поколение Да, я думаю, тебе тоже это попадало Что мы и заработать можем И мужчину развлечь, и сами себя занять Потому что как раз Современные девушки Они очень сильно испорчены Влиянием штампов Да, потому что нам, может быть, даже отчасти повезло Потому что мы жили в такое смутное время Когда и заработать, зарабатывать одно время приходилось И содержать семью И потратить на себя уже была возможность Потому что мы научились зарабатывать И смогли, узнали, что такое И ручками шить, и вязать Вот да, мы это захватили Как раз мы это можем По крайней мере Ну, как бы Если нас чуть-чуть еще поднаправить Буквально чуть-чуть Вот наш возраст Чуть-чуть надо подрихтовать Чтобы вышла вот именно Вообще идеальная Ну, как бы неудобная женщина Как говорится А вот молодежь Это вообще очень сложно Они привыкли, что им все доступно Да, как это сейчас Берешь телефон Гугл скажи И Гугл тебе говорит А в наше время Библиотека Поэтому у нас-то все по-другому У нас бурда Погоняйся за тканями Да Как Гугл говорит Визитский писатель Ты должен быть И ты шить должна И массаж должна делать Вот именно вот этим То есть развиваться И мы это делали Потому что у нас этого не было И нам приходилось Это как-то где-то брать А сейчас все доступно Пошел туда Взял там Купил тут Все В принципе никакого развития-то Умышления-то не было А ты попробуй на труде Ручками своими Юбочку-то себе шить Такую Чтобы выходя на улицу Все говорили Вау Ничего себе Где-то такую отхватило А вот так вот В наше время Это как раз такое было Вот И Конечно сейчас Это очень сложно Очень Женщины вообще Как бы девушки Да Они такие А что делать А куда идти Да Да что вы Я шить не могу Я вязать не могу Я ничего не могу То есть вот у них Вот вообще Такая прострация Они только компьютеры Ну и повеселиться Да Вот И конечно Очень сложно Потому что они воспитываются Именно на телевизоре Воспитываются на тех У них и желаний нету Своих желаний нету У них желания Навязаны Социумом Навязаны Телевизором Навязаны Общением Потому что Когда мы тоже Начинаем работать Самое первое задание Это написать Прописать свои желания И когда Не просто так прописать А еще Через практики Выяснить Твои ли это желания Или нет Выясняется Что А из 100 штук Только 30 твоих А 70 Это навязано Это вообще не твое И конечно Очень сложно Ну как бы Работать Но Кто хочет Он всегда добивается Как говорится Успеха Да Потому что Конечно Вот Сейчас Это очень сложно Женский ум Он такой Как обезьяна Бегающая Там В голове И туда-сюда Туда-сюда Его успокоить Вообще Очень сложно И Вот На своих Своими ученицами Мы делаем Очень много практик И на успокоение Ума И Вообще Как бы Я вот У меня такая идея Фикс Ну как всегда Если я Пишу цель Она должна Как-то реализоваться Создать такую Онлайн школу Возможно С какими-то Отдельными Представителями В разных городах Не знаю Но где именно Женщину Будут учить Всему Конечно Есть специализированные Курсы Там Захотел Курсы Модели Захотел Курсы Этикета Захотел Женские Практики И так далее А вот сейчас Я делаю Такие курсы Они Ну такие Небольшие То что реально Вообще Онлайн сделают Где будет Это все Совмещаться То есть Не просто Женские практики Через работу Через тело Через На яму И так далее То есть Включая Все это Себя Но И вдобавок Как правильно Сидеть Как правильно Себя Подать Как Правильно Взять чашку Да То есть Так Чтобы Мужчине Было Интересно В первую очередь Женщина Получает Удовольствие Сама От себя Этим Потому что Когда ты С собой Довольна Ты классно Себя Чувствуешь Ты излучаешь Трансформируешь И это Чувствуют Другие А когда ты Зажата Когда тебе Все не так То и получается Что ничего Нету То есть Вот это Опять Уходит То что Надо быть Удобной Для всех Чтобы меня Любили А если Ты любишь Себя Ты только Транслируешь То что Ты себя Любишь И тебя Хочется Любить Именно Вот этим И занимался Мой проект Который Я сейчас Хочу Реализовать Такой Большой Крупный Проект Я как раз Хотела Добавить Что вот У Игоря Ветрова В книге Аюрведическая Философия Любви Как раз Описаны 108 искусств Сарасвати Раз уж Мы говорили О ведической Культуре О ведических Знаниях Так вот К этим 108 видам Искусств Которыми Обладала Богиня Сарасвати Относились Не только Непосредственно Как бы Вот такие Типичные Традиционные Женские дела Как ведение Домашнего Хозяйства Умение Шить Готовить Убирать Украшать Дом Заботиться О детях Но очень Глубокие Философские Познания Абстрактные Практические Науки И утонченные Разнообразные Искусства И поэтому Вот именно Получение Вот этих Знаний Это очень Важно Даже вот Если мы Говорим О каких-то Таких Древнейших Именно Женских Реализациях Да То женщина Она очень Глубоко Должна была Изучать Особенно На востоке Философские Знания Музыку Искусство Культуру Потому что Она могла Поддержать Беседу На любую Тему Она могла Быть интересной Потому что Я тоже Абсолютно С тобой Согласна Что как Только Женщина Становится Интересна Самой Себе Когда она Перестает Она выходит За рамки Вот этих Женских Представлений Дом Работа Работа Дом Да Даже если Мы все время Говорим о мужчине Я кстати Хотела тебе Сказать Что мне кажется Что мы же Не для мужчины Это делаем Может быть Не всем Дано быть Мужчиной Да Но женщина Именно Ресурсная Женщина Женщина Наполненная Она всегда Будет востребована Неважно Замужем она Или не замужем Потому что Мы сейчас В таком мире Живем Когда уже Ну даже Ценность брака В некотором смысле Обесценилась Да И я вот Буквально Тоже опять же Недавно Вступила тут В дискуссию Как раз По этому поводу Потому что Очень многие Сейчас вообще На западе Особенно Вот это вот Движение Что брак Не нужен И женщина Должна Сама По себе Жить Да Ну я Не совсем С этим Согласна Но тем не менее Понимаешь У нас Американская Радиостанция И мы тоже Эту точку зрения Должны Обязательно Учитывать Особенно То что В принципе Мы Ну будет Мужчина Отлично Но если Ты сама Себе Интересна То ты Без мужчины Тебе будет Жить Интересно Ну опять Таки Выходя В свет Ты должна Поддержать Беседу Да Вот только тогда Ты будешь интересна Всем остальным То есть И в первую очередь Интерес себе Когда ты выходишь На какое-то Светское мероприятие Тебя приглашают И ты думаешь Ну все Вот сейчас Кто-то подойдет И о чем-то заговорит Да Вроде как Обложка Хорошая Красивая А внутри То пустота будет То есть Вот именно Через Ну это тоже Необходимо В себе развивать Чтобы быть Опять-таки Сдовольный Собой Да Чтобы развиваться Чтобы показать Что ты не просто так И вот Как раз Об этом мы тоже Говорим Да Насколько Какие-то Интересные Темы Что происходит В мире музыки В мире балета Да То есть Вот все Вот это Кому просто Что ближе Как мне понравилось Одно Одно Высказывание Современного Совершенно молодого Человека Ему сказали А какая вот Должна быть Ваша женщина И он сказал Она должна С ней должно быть Очень легко Я могу с ней Поддержать беседу Сидя на кухне Дома В домашней одежде За чашкой чая И при этом Я могу с ней Выйти в свет Она будет держать Свою спину То есть Вот для меня Вот понимаешь Как бы вроде молодой Как бы да Совершенный человек Который Так скажем Но Вот насколько У него Правильные взгляды Да То есть Каждому И себе В первую очередь Хочется Чтобы ты могла И просто С девушками Пообщаться И в то же время Выйди куда-то Ты могла Так же Представлять Что-то из себя Потому что Мы все равно Живем в социуме Мы не можем Закрыться Рамочками И сидеть В своем домике Там С ненакрашенными Глазками С ненакрашенными Губками И непонятно Что из себя Представлять Это все равно Не любовь К себе Будет Потому что Вот даже В таком состоянии И вроде Как ты себя Любишь Ты выйдешь Свет Ты поймешь Что ты Не та Но в любом Случа Это быть надо Настолько Внутренне Готовы Женщина Женщиной Возможно Возможно Вообще Как-то Что-то Изменить Для нее Зачем Изменять Ну мы же С тобой Знаем Мы же Астрологию Изучали Там Никуда Не деться От этого Если заложена Внутри Там Сильная Такая Яркая Натура Ну а Куда ей Деться Ну хочет она Полицейским Будь Пусть Полицейским Но она Может Совмещать Все это Она может Когда я Задала Этот вопрос Наталье Хамитовой Она мне Сказала Ты знаешь Муниципин Продавать По-женски Я говорю Ну все Понятно Поэтому Я с ней Полностью Согласна Я тогда Искала Вот это Именно На этот Вопрос Ответ Думала Ну а как Тогда Ну все-таки Вот Ну это Вроде Не женская Такая Специальность Как же Она говорит Надо умудриться Надо умудриться И цемент Продавать По-женски И вот Я находила После этого После нашего с ней Разговора Я находила Очень много Подтверждений Что действительно Это можно Все совмещать Просто Насколько Женщина Это хочется Вместить В себе Вот в чем Проблема И Не всегда Кто работает Вот в таких Вот Профессиях Готова Что-то Менять Нет Я согласна Вот я например Живу сейчас Я поскольку Живу в Калифорнии Я живу неподалеку От Силиконовой долины Так называние Правильно не сказать Кремниевой долины И очень много Женщин Программистов И они вообще Находятся Вот скажем Военные Полицейские Это уже Такой экстрим Но в принципе Программирование Тоже такая Мужская работа И вот я вижу Что девочки Девочки очень многие Особенно программисты Вообще Мужчины такие Очень специфические И ты находишься Вообще В такой Своеобразной Среде Очень Очень Своеобразной И очень Многие люди Они Как бы Женщинам Не хватает Ресурса Не хватает Сил На то Чтобы себя Реализовывать Вот именно С точки зрения Женственности Потому что Либо Либо Уходит Это в такую Нарочитую Сексуальность Да Вот такой Вот как бы Сразу Блузки в обтяжку Да Короткая юбка И вот это Вот животную Страсть Привлекает Либо Женщина Уподобляется Как бы Существу Такому Бесполому Потому что Все ходят В джинсах Все ходят В какие-то Неопрятные И в общем Женщине Просто некогда Даже тут Понимаешь Именно не то Что ты заниматься Собой А вообще Как-то на себя Забиваешь Потому что Ты находишься В среде В такой Которой Не располагает Естественно К твоему К развитию Истинных Женских Качеств И вот Мне кажется Что вот Какие бы ты Советы дала Вот в такой Ситуации В первую Очередь Ну То есть Вот девушка Вот в этой Ситуации И она Хочет Измениться Или Какой совет Да Вот То есть Она поняла Например Она понимает Что Надо что-то Поменять Да В первую Я бы хотела Ей Просто Остановиться Вот Взять Какой-то Вот такой Тайм-аут Для себя Да Она приняла Решение И взять Какой-то Тайм-аут Пойти В какой-то Вот элементарной Практике Вообще Элементарной Пойти В какое-то Незнакомое Место Просто Взять Листок бумаги Незнакомое Место Чтобы ее Просто Никто Ничего Не отвлекало Да И прописать То Что она Хочет Иметь Через Пять лет Потому Когда мы Находимся В той Обстановке Которая Для нас Близка В той Ежедневной Обстановке Мы Через это Трансформируем Свои мысли То есть Если мы Живем В одной Квартире Да Мы Будем Отталкиваться От того Что мы Имеем И такие Писать Планы Такие Писать Цель А Ей Ну Просто Всем Девушкам Которые Хотят Изменить Что-то Взять Поменять Обстановку Выйти Вот Из Этого Зоны Комфорта И Пойти В совершенно Непонятное Место Для себя Среди Незнакомых Людей Побыть В этой Состоянии Вот В этом Именно Состоянии Хотя бы Полдня Пропитаться Совершенно Другими Энергиями И После Этого Уже Написать Чего Она Хочет Желания Которые Она Будет Реализовывать В своей Жизни Она Посмотрит Вокруг Себя На тех Людей Которые Будут Мимо Нее Идти Посмотрит На ту Жизнь Которая Протекает Мимо Нее Да И Не ту Которую Она Привыкла Видеть И Уже Отталкиваться Посмотреть Что Она Хочет И Потом Уже Потихоньку Шаг За Шагом Идти К своим Целям Те Которые Она Хотела Реализовывать Даже Если Это Будет Безумная Совершенно Цель Не бояться Того Что Придет В голову Написать Потому Что Есть Такое Не думать Вообще Просто Писать То Что Хочется Не важно Хотите На Луну Полететь Так и Напишите Хочу На Луну Полететь Как Это Реализуется Это Сам Господь Бог Решит Может Будете Работать В Монитарии И С Луной Как То Связано Будет Все Бывает Непонятно Просто Поддаться Тем Чувствам А потом Сейчас Век Опять Таки Интернета Потихонечку Идти К своим Целям Искать Кто Ищет Тот Найдет Опять Таки Искать Учителя Потому Что Конечно Одному Идти Куда То В новое Что Ты Не Знаешь Очень Сложно Не У Всех Вот Именно Есть Ресурс Когда Ты Сама Можешь Что-то Изменить Себе Скорее Сего Это Нужна Будет Поддержка И Сейчас Очень Много Тренеров Кто Может Помочь Реализовать Себя С кем У нее Будет Резонировать Кому Интересно Будет Ее Именно Видение И Потихоньку Идти К своей Цели Это Самое Простое Выйти Из зоны Комфорта И подумать О том Действительно Что ты Хочешь Потому Что Все Вязано Социум Очень Много Навязано Социум Да Я согласна Что социум Конечно Нами рулит И мы Очень часто Я вот сейчас В Москве Была Когда я Встречалась Со своими Подругами Которые Именно Вот Просто Зафиксированы В этом Социуме Они не Могут Выйти Куда-то Шаг вправо Шаг влево Уже Кажется То есть Они Годами Ходят В один и то же Ресторан Они годами Ходят В одно и то же Место И потому что Ну так удобно Так уже Потому что Москва Конечно Очень тяжелый город Для жизни Там Очень сильные Энергии Вытягивает И конечно Люди Стараются Ее сберечь И на новые Какие-то вещи Не тратить Время С другой С другой стороны Получается Что если Мы не будем Делать Вот как раз Попробовать Хотя бы Маленький Маленький Шаг вправо Или шаг влево То получается Что тогда Никаких изменений Мы не достигнем И собственно Истинной Женственности Истинной Женщиной Мы не станем Насколько Все-таки Это важно И здорово Потому что Конечно Когда женщина Наполнена Когда она У нее есть Энергия Она Меняет мир Вокруг Абсолютно Точно То есть этот мир Вокруг меняется Потому что Наша вселенная Это все-таки Женская энергия Сосредоточение А скажи Опять-таки По поводу того Кто хочет Начать Хотя бы Хоть какое-то Изменение Есть такая практика Называется 12% новизны То есть каждый день Добавляет Что-то 12% То есть например Вы шли на работу Одним путем Попробуйте Идти другим путем Попробуйте Обойти Какой-то Пусть это будет На 5 минут Дольше Но узнайте Эту информацию То есть узнайте Как можно дойти Ходили в одно кафе Попробуйте На следующий день То есть каждый день Хоть что-то Дополнять Новое И тогда Потихоньку Потихоньку Будет наполнение Энергией Посторонней энергии Которая будет Благостно влияться Которая даст Потом По крайней мере Возможность Что-то кардинально Изменить Потому что Если мы не будем Что-то хотя бы По чуть-чуть Менять в своей жизни Ничего не изменится А вот именно Чуть маленькие Буквально шажочки Каждый день Расчесывались правой рукой Попробуйте расчесаться левой Да Ну элементарные Какие-то такие вещи То есть тут Пили из одной чашки Налейте в другую чашку Да То есть Вот просто Чтобы мозг Начал Трансформацию какую-то Хоть какую-то Подсоснование Оно так Ага Всегда там Правой рукой расчесывалось Тут 20 левой Что-то не то Что-то у нее там Вообще происходит Да Шарики начнут работать И тогда Вот как раз Получится Да Вот застой энергии Он как раз Продвинется И вообще И женщина Засияет Она поймет То есть буквально Ну попробуйте Эту практику Недели две сделать И вы поймете Насколько вы будете Изменяться Насколько вам будет Уже привычно Что-то новое Потому что мы очень боимся Сделать шаг вправо Или шаг влево Что-то новое Изменить себе А это очень хорошо Это как раз Вот практика очень хорошая Скажи, пожалуйста А вот как быть с мотивацией Вот допустим Ты хочешь сделать Да, но у тебя сил нету И нету энергии Или допустим Ты ну что-нибудь попробовал Но вот у тебя нету сил Для того, чтобы Это все продолжать Да Ну ты один раз Вот причесался Да, ты там настроился Но дальше Нету Нету вот возможности Откуда брать На что опираться Как искать точки опоры Ну очень много можно Вариантов Ну хоть что-нибудь По крайней мере Это для меня стало У меня мотивации от Было изменения И сейчас изменения Тоже мотивации очень много Для меня стало Для меня стало Вот именно для меня Да Но это может быть я такая Я не знаю Но именно для тех девушек Которых я вот встречаю Мы с ними именно через это проходим Мотивация Это ответственность Какие бы ты практики не давал Да Какие бы ты не давал Медитации Упражнения Если человек не взял Ответственность за себя За свою жизнь Ты не сможешь Ничего Никаким ресурсным состоянием Да Первое время Когда очень сложно Человеку что-то Можно поддержать Своей энергией Ну вот как у меня На коуче происходит Да То есть если девочки приходят Они вот совсем У них энергия Я поддерживаю их Своей энергией Но опять-таки Это до той поры Пока она не возьмет Ответственность на себя Потому что Ну то есть Она опять-таки Любую практику Доедай Она ее сделает день Сделает два На третий Она ей не нужна будет уже Она скажет У меня нет сил Также Пошли ее йога заниматься Она один раз сходит Второй раз сходит На третий раз У нее не будет сил То есть Ну через И пока человек Не возьмет сам за себя Ответственность Не возложит именно себя Что я ответственен За свою жизнь Я хочу изменения Значит тогда только Они пойдут Но это мой опыт Да Я не последняя инстанция Вообще В этом вопросе И просто Через что я прошла И через что Мне удается Своих Учениц Клиентов Выводить На другое состояние То есть Это мой опыт Мой опыт такой Только через Взять ответственность на себя За себя Все Расскажи Расскажи пожалуйста У меня Именно это работает Расскажи пожалуйста О своем Вот интернет Проекте Другая я Я знаю что У тебя 4 августа Стартует новая Программа И что это такое Будет И вот я Надеюсь Нас сейчас слушают Женщины В разных странах В разных точках Нашей планеты Которые Благодаря Нашему радио И интернету В целом Сближает нас всех И что это будет За проект И что ты будешь Давать на этом курсе Ну это так скажем Подготовительный проект Другая я Это подготовительный Такой мини проект К большому Очень интерформационному Курсу Который вот как раз Я говорила Будет включать Очень много в себя Как внешних Так и внутренних Изменений И этот же проект Который сейчас Стартует Другая я Он такой Для того Чтобы женщины Вообще Наладили контакт Во-первых С собой Во-вторых Со мной Потому что Ты не можешь Пойти в какой-то Глобальный проект Не узнав своего Тренера Своего учителя Кто будет тебя вести Потому что Не будет возникать Доверия Этот курс Рассчитан на то Чтобы у нас Возникло доверие К друг другу Чтобы мы поняли О чем мы разговариваем Чтобы по крайней мере Наша волна совпадала Чтобы те знания Которые я даю Было интересно слушать Было интересно Меня видеть И общаться Со мной И на этом курсе Мы будем Он на две части Разделен Первая часть Это вот как раз Четвертого Пятого Шестого Это онлайн встречи В интернете На них мы будем Раскрывать Три наших темы Это касается Женский ум Женская сила И женские эмоции Как правильно Их вообще Реализовывать Для того Чтобы мы наполнялись Энергией И потом Вторая часть Этого проекта Другая я Это уже Пять Закрытых уроков Закрытых групп В которых мы общаемся И там уже будут Только практики То есть там будет Сильное такое углубление Внутрь себя Полностью Так скажем Работа со своим телом Тут только будет Вот в этом курсе Только про свое тело Мы будем работать Со своим телом Мы будем проходить Именно Через Такие Практики Осознанности Как правильно Ну вообще Себя трансформировать В этом мире Чем наполняться И чем Как не терять Свою энергию Которая нам дана И как Отстраняться От той энергии Которая нам не нужна Которую мы не хотим Брать Потому что опять-таки Мы живем в социуме В Москве Быстрый город Но не только в Москве Я вот переехала В Звенигород Но что-то он Слишком быстро Стало разрастаться И тут тоже Так Уже не то К чему мы приехали Вот И Например Четвертого числа Мы с участницей Будем как раз Посвящать Женскому уму Потому что Как правильно Наполняться Позитивом Будем Ну такие мини Домашние задания То есть после каждого урока Будет еще задание Домашнее То есть это будет Все три дня Они взаимосвязаны Друг с другом Чтобы Так скажем Пройти некую Такую маленькую работу Над собой сделать Вот А потом уже Непосредственно После этого Будет закрытая группа Кто захочет дальше Учить Ну работать Над собой Уже мы будем Более такие Глубокие Трансформирующие Практики Давайте Потому что Не всем Можно сразу Ты знаешь Практиками Глубокими Неподготовленному Человеку Это будет Даже Может нанести Вред Поэтому Как бы Тут нужна подготовка И это именно Мини курс Который Подготавливай Вот через него Необходимо пройти Чтобы попасть В наш большой Глобальный проект Который будет Уже в сентябре Стартовать Ну хорошо Приходите На курс К Светлане Елисеевы Он начнется Я так понимаю Что в следующий Уже четверг В 8 часов вечера По московскому времени И идет запись Вконтакте Мы дадим Анонс Под нашим Видео Которое Мы сейчас Я надеюсь У нас получится Дорогие радиослушатели Так что Заходите На страничку Нашего радио Интернет Радио Сангейтс И Смотрите Какие мы делаем Анонсы Для наших друзей И для вас Дорогие радиослушатели Ну Тем не менее Мне хотелось бы Все равно Вернуться К теме Женского Предназначения И женственности В целом И я хотела бы Еще поговорить Вот я кстати У меня Прошлая программа Тоже была Предназначение И у меня очень Интересные гости Была Интернет Предприниматель И тоже Она как бы Пришла Вообще В женскую Реализацию Как себя Вообще Вот что такое Женское предназначение Есть какое-то Такое Общее понятие Как ты считаешь Ты знаешь Сколько людей Столько Понятий Ну это я Понимаю Да У меня Совершенно Свое Что такое Женское Предназначение Это В очередь Самореализоваться В этом мире Да Вот именно Пройти все пути И стадии Реализации Потому что Нельзя сказать Что женское Предназначение Это вот Чисто Такое Что-то Как мы с тобой Уже говорили Да Кухонное И так далее Это скорее Развитие себя Да Быть интересной Быть наполненной Вдохновлять Других Вот Вообще Что такое Женское предназначение И как его найти У меня Этому посвящено Отдельно Так скажем Ну Возможным Будет Вебинар Отдельный Как правильно Все-таки Выбрать Своё Женское Предназначение Потому что Некоторые Как поступают Обращаются К астрологам Да Ну вот Чтобы посмотрели Что такое Куда Куда идти Женское Предназначение Да Где себя Лучше Ну вообще В целом Предназначение Это не обязательно Женское А как бы Вообще В целом Мы к астрологу Очень часто Приходим Именно Затем Чтобы узнать Вообще Зачем Мы сюда Пришли В принципе Не только Женщины Но и Мужчины Все Все сущности И вот Да Как Как мне кажется Для того Чтобы понять Вообще Куда именно Тебе Да Не только Женское Предназначение Но вообще Куда тебя Вот больше Ведет Это нужно Несколько Такой Вообще Проделать Большой Путь К тому Чтобы понять Что твоё Потому что Нельзя только Сходить к астрологу Да Астролог тебе Сказал Прими это Потому что На самом деле Если астролог Он тебе скажет Направление Но он тебе Не скажет Точно Вот в этой компании На такой-то должности С такой зарплатой Это твоё предназначение Правильно Он скажет тебе Бухгалтерия Там ещё что-то Ещё что-то Да Рокводящий Администратор Менеджер Ну неважно Он скажет тебе Просто направление Потом стоит Вообще Посмотреть На свой род Да Кто у тебя В роду Возможно Ну К сожалению Мы не все знаем Свои корни Опять-таки Да Это большое Наше упущение Вот Но Стоит всё-таки Немножко углубиться Поспрашивать Если есть такая возможность Посмотреть Какие твои были предки Возможно Они там были Какие-то предприниматели Возможно Они были Какие-то Просто Скорняки Опять-таки Посмотреть Куда они были Направлены Третья Ну как бы Как Опять-таки Составляющая Как пазл Вот этого всего Предназначения Это Самое Посмотреть Куда тебя Больше тянет И когда Вот эти вот Пазлы Все складываются То, что тебе Сказал астролог То, что тебе Опять-таки Ты посмотрела По своему роду То, что тебе Близко Вот как раз Вот здесь Очень хороший Тандем Всё выстраивается И можно Найти как раз Своё истинное Именно Не навязанное Кем-то Да А именно Посмотреть Потому что Вот именно Так Ну по крайней мере У меня Есть такие Результаты Когда вот это Вот всё складывается И вообще возникает Идея Точно Я же как раз Этим и хотела Всю жизнь заниматься Там в детстве Да Особенно Когда у нас Очень глубока Наша Подсознательная Память Она помнит Чем мы Там занимались В прошлых жизнях Вот тогда Ребёнок Хотел Чем-то Заниматься И Об этом Когда Ну наложились Опять-таки Определённые Отпечатки И когда он Взрослеет Он вспоминает Об этом Да точно Я же всегда Вот именно Этим И хотела Развиваться И когда Ты себе Вот именно Всё вот Это складываешь То у тебя По этому пути И идёт Очень хороший Прогресс Ты находишь Свой путь И тогда Опять-таки Жизнь складывается Всё у тебя Складывается И там Находятся люди Тут находятся Которые готовы Тебя поддержать То есть Женское предназначение Оно во всём Да Это Реализоваться И в семье И в социуме И быть наполненной Вот Ну это моя Вот такая Опять-таки Да Моё предположение Кстати Вот у меня В процессе Нашего диалога Пришла такая мысль В голову Что вот Когда мы деток Спрашиваем Кем они хотят быть Да Ну у них такие Бывают идеи На самом деле Причём очень логические Обоснованные И мне кажется Что вот как Вообще даже Выходя Вот именно Наше женское Предназначение Как мам Например Как раз Позволить Своему ребёнку Реализоваться Да Может быть Записать это Как раз Запомнить И напомнить ему Когда у него Будет возникать вопрос Вот у меня Например дочки Когда закончили школу Обе даже не знали Чем они хотят Заниматься И у нас Это была Большая проблема То есть мы Некоторое время Потратили на то Чтобы поиском Заняться Да И главное Тут как раз Не пойти на поводу У социума Да Что все идут В университет Звучит надо идти Учиться И непонятно чему И непонятно на кого Особенно это в Советском Союзе Было распространено Когда мы все шли Учиться Ну потому что надо Да Вот учиться И учиться Вот А это как раз Очень важно И вот возможно Что для родителей Такая подсказка Да Спрашивайте своих деток Особенно малышей Кем они хотят быть И что они И записывайте это Потому что вы тоже Можете забыть Вот А если у вас Это сохранится Записочка Да Да То вы потом сможете Напомнить своему ребенку Своей дочери Да Если уж мы Женская гостиная И женская тему То вы поможете Своей дочери Как раз найти тот путь Который она хочет Ты знаешь Вот у меня тоже У меня так получается Я просто на опыте Своего ребенка Могу сейчас Он хоть и маленький Да Вот Мы как бы Я смотрела по карте Да Чем ему Хорошо развиваться Сказали что Ну Я своих не смотрю Вообще Потому что Своих посмотреть Это вообще Найти кучу всего Чего не надо И мне сказали Что лучше посмотреть И определить Там И мы посмотрели Определили И он говорит Хороший художник Да Я думаю Ну ладно Ну хорошо рисует Ладно Он говорит Я хочу быть водителем Я говорю Ну хорошо Ладно И мы подумали А почему бы Не совместить Вот этих два Ну хочет он быть водителем Пусть будет водителем И рисовать он Тоже как бы Очень хорошо Ну и хорошо Пусть рисует А почему бы Ему не быть Например Каким-нибудь Дизайнером Скоростных машин Да Вот именно С этой области Опять-таки Вот пожалуйста Вот машины Вот То есть Обязательно запоминайте Что хочет ваш ребенок Потому что он взрослеет У него потом Именно первое Вот его желание Потому что Потом опять-таки Социум играет Он посмотрел Телевизор Да Он говорит О нет Я теперь хочу Там быть Не знаю Полицейским Да Или О нет Я хочу там Быть пожарником А чем старше У них Тем Дальше Ну какие-то уже Включаются Так скажем Где лучше Где выгоднее Дальше уже Именно это Да Ой Он никогда не хотел Этим военным быть Он вообще О другом Совершенно мечтал И Ну вот Большая Да Подсказка Это все-таки Запоминать И еще Все-таки Женщины Должны Восстановить Свою Родословную Вот это Прямо Вот всем Я очень Советую Сделать Потратить На это Время Это Это Только Помогает Это в своей жизни Можно Все Посмотреть Да Что И Какие-то Моменты Убрать Из своей жизни Например Если у вас Были в роду Вы посмотрите Ну там Восстановите Свою Родословную И посмотрите Что были Какие-то Заболевания Вы уже Знаете Что Этого Стоит Как-то Поберечься Постерегаться Что у вас Есть Предрасположенность Просто Это надо Вовремя Купировать Да Как бы Чтобы Закрыть Чтобы этого Не было Потому что Потом Когда наступает Болезнь Мы такие Точно У меня Там у Прабабушки Это было А Чего бы Не вспомнить Об этом Пораньше Немножко То есть Вот Я Всем Женщинам Советую Потому что Мужчины Этим Не занимаются Это очень редко Кто занимается Восстановлением Своей родословной Все в руках Женщины Займитесь Восстановлением Своей родословной Это поможет В очень многих Моментах В вашей жизни Опять-таки Поработать Все свои Убеждения Внутренние Да С которыми Мы потом Сталкиваемся И на расстановках И на практиках Вылезает Что там Какие-то У нас И убеждения В отношении Денег В отношении Брака В отношении Семьи Вообще А зная Все это Вам проще Будет Идти по жизни Это легче Любая информация Будет накладываться Уже по-другому Я с тобой Совершенно Согласна Потому что На самом деле Примеры Женской кармы Такой Наследственной Они сплошь И рядом Особенно Это было Заметно В Советском Союзе Когда у нас Существовали Такие Семьи Мама Там бабушка Мама Дочка И все живут И каждая И дочка Выходит замуж Опять семья Не складывается Она рожает ребенка И все то же самое И вот эти родовые сценарии Они прямо Из одного в один Из одного в один Особенно На женщинах Потому что Мужчины Они более Ну у них просто Они поэтому И рождаются В мужском теле Чтобы им Лечь и карму Менять А женщинам На самом деле Гораздо сложнее И мы очень часто Попадаем Именно под эти сценарии И это как раз Залог того Чтобы Очень нужно Внимательно Относиться Смотреть А не делаем ли Делаем мы сейчас Точно так же Как мама Потому что Мы так уже Запрограммированы А на самом деле Мы этого не хотим Или не поступаем ли мы Как поступала Наша бабушка Ну я имею ввиду В негативных моментах Потому что Когда мы начинаем Критиковать Особенно в отношениях Вот в семье С мужчинами Да В отношениях Если мы Мы говорим О женщинах Которые хотят Создавать семьи И которые живут В семье То мы Я вот даже Иногда за собой Я вроде Такую огромную Работу веду Да Над собой И давно Занимаюсь Какими-то практиками Да И уже вообще Больше 10 лет Я в этой среде И я иногда Понимаю Я себя ловлю На том Что я сказала Ровно Как говорит Моя мама Просто на Подсознательном Уровне Хотя уже давно Может быть Изменила Свои собственные Программы Но тем не менее Мы это все Несем И это транслируем И мы это Программируем Тем самым Наших детей Поэтому это Очень важно И вот у нас Осталось буквально 5 минут Я бы хотела Тебе спросить Есть у тебя Какие-нибудь советы Молодым девушкам Потому что Вот у меня Тоже две дочки Я знаю Что нас слушают Молодые девочки Вот которые Только-только Начинают Вот именно Расцветать Становиться Женщинами Да Еще даже не женщинами А барышнями Такими юными Созданиями Чтобы вот Их жизнь Была максимально Гармоничной Какие-нибудь Есть у тебя Может быть Советы Такие Именно для них Не то что советы У меня есть Для них Просто такое Наставление Напутствие Да Потому что Не поддаваться Влиянию Социума Оставаться собой Как можно Больше времени Проводить То есть Если есть Возможность Вообще Не смотреть Телевизор Но это мы С тобой знаем Да Как бы Такие моменты Вот Находиться Больше На природе И даже Под влиянием Каких-то Внешних факторов Оставаться С собой Не уходить В какие-то Такие Ну Подусторонние Влияния Потому что К сожалению Вот как раз Только Вот этот Подростковый период Когда девочки Начинают Взрослеть Им хочется Быть Походить На кого-то Им хочется Вот они Увидели Шаблон Какой-то Интересный Да И они К нему Стремятся И вот Забывают О своей Индивидуальности А мамам Я хочу Посоветовать Напоминать Дочкам О том Что они Индивидуальны О том Что они Такие Какие Они есть И они Самые Лучшие На земле О том Что Именно В этом Их Индивидуальность Вот Оставаться С собой Не надо Быть Как Знаешь У них Вот Губы То Тут Все Увеличено Тут Убрано И так далее Они Все Одинаково Они Неинтересны А когда В девушке Есть какая-то Своя Изюминка Она Интересна Она Ее Разовьет И тогда Она Как раз Будет Истинной Девушкой Истинной Женщиной Впоследствии Я Совершенно Согласна Потому что Я в Америке Наблюдаю В старшей школе Девочки Меня Первое Время Даже Поражал Факт Что Они Все Как будто Под копирку Они Все Абсолютно Одинаковые Они Одинаково Одеты У них Одинаковые Прически Они Одинаковые Вречения То есть Я Раньше У меня так Получилось Что я Шесть лет Назад Переехав В Америку Я вдруг На это Обратила Внимание Потому что Мне казалось Что В российской Школе Детей Такого Нет Может быть У меня Как раз Девочки В тот момент Вступили В подростковый Возраст И я Была Поражена Вот это В Америке Действительно Транслируется Вот это Стандарт Абсолютный Стандарт И я С тобой Согласна Он Есть Стандарт И у нас Все равно Введением В школу Формы И так далее Но Ничем Не уберешь Свою Индивидуальность Если Она Внутри Есть Она В глазах Читается Она Не Под копирку Написана Она Именно Такая Какая Ты Есть Хоть Ты Девочку Которая Будет Внутри Индивидуальности Она Останется Ею Вот и Все А все Остальное Будет Подобие Того Чего Там Хорошо Спасибо Света Я хочу Напомнить Что у нас Сегодня В гостях Была Моя Прекрасная Собеседница И подруга Светлана Елисеева Мастер Женских Практик Астролог Психолог Профессиональный Коуч И Я Благодарю Свету За очень Интересную Беседу Вот так вот Живо Получилось И так Насущно И я надеюсь Очень интересно Да Очень много Информации Я согласна И Я приглашаю Всех наших Слушательниц На Открытый Курс К Светлане Другая Я Который Стартует Через неделю В следующий Четверг Вот как раз Ровно После нашего Эфира В 20.00 Послушайте Женскую Гостиную А потом Приходите К Светлане На обучение Другая Я Я уверена Что Свете Есть чем Поделиться Потому что Светлана Точно знает Что каждой Женщине Хочется быть Желанной И любимой И я Абсолютно В этом Уверена Не важно Откуда мы Получаем Эту любовь И каким Способом Но это Желание Присутствует Абсолютно В каждой Спасибо Свет Я надеюсь Мы с тобой Не последний раз Еще будем Встречаться И чего-нибудь Даже замутим С нашим Радио Интересное Вот И оставайтесь С нами Да В эфире С вами была Анастасия Хрущинская Светлана Елисеева И программа Женская гостина Мы выходим В эфир По четвергам В 11 часов По времени Чикаго 9 утра По времени Сан-Франциско И 19.00 По московскому времени И до новых встреч И я надеюсь Что на следующей неделе Мы уже возобновим Работу в другом Моем проекте Путь йоги Вот И присоединяйтесь К нам По понедельникам Все дорогие друзья До новых встреч Свет счастливо Спасибо Всем пока